Меня зовут Анна Эшвуд. Я в профессии парикмахерской нахожусь уже достаточно долгое время, может быть 20 лет, даже больше. И я работаю с геометральным подходом в форме и учу, преподаю мастерам, парикмахерам этот способ, этот метод, который именно базируется на фундаментальном знании и помогает людям развиваться, становиться лучше в своей профессии. Также я разработала систему преподавания Matrix 9, и эта система позволяет за самый короткий срок человека обучить фундаментально качественно работать в профессии. Мама у меня всегда зарабатывала с помощью причесок, стрижек, химических завивок. Ей очень это нравилось, она ушла из профессии, в которой она была ранее. Она была парикмахером, и у нас был свой бизнес. И естественно, когда у твоих родителей есть бизнес, то ты думаешь, это легкий способ заработать. Ты идешь туда же, и ты это делаешь. Я, если честно, никогда не горела этой профессией, никогда не хотела быть парикмахером. Так получилось. Я вообще ничего не понимала тогда, и это произошло случайно. Я работала 12 лет у своей мамы в салоне, и меня просто неудовлетворяло, то, что делаю. Потому что я делала наугад, примерно, визуально. У меня очень хорошее видение. Я в детстве занималась всякими разными вещами, схожими с тем, что можно назвать парикмахерским делом. Вырезала из дерева, то есть руками я умела работать. У меня все быстро и хорошо получалось. Я видела силуэт, я могла его создать визуально, но мне не нравилось, что я не контролирую то, что я точно хочу сделать. Я хочу сделать что-то конкретное и точное, но я не знаю как. Я задавала вопросы тем людям, которые меня учили, они не могли мне сказать. И я стала думать, почему у нашей профессии нет законов. Это ненормально. Может быть так. Во всех ремеслах есть законы определенные. Последовательность действий, определенная методика. Она существует в спорте, в музыке, везде. У дизайнеров одежды. Везде. А у нас почему ее нет? То есть это ненормально. И когда я, походив по многим разным семинарам, не услышала там ответов на свои вопросы, тогда просто произошла случайность. Одна из моих знакомых пригласила меня в поездку в Англию, видал сосу на недельный тренинг. Я попала туда, я увидела, как работают люди-профессионалы. И я поняла, что или я уйду из профессии, или я буду работать так же. Потому что это было неудовлетворение. Я не могла больше так делать, как я делала. Хотя у меня были клиенты. Должна быть внутренняя гармония всегда внутри у человека. Если ему гармонично работать визуально, у него много клиентов, и он чувствует себя хорошо, он просто получает общение на работе, он получает те средства, которые ему достаточно для жизни. Ему хорошо и гармонично, ему не нужен дальше рост. Это же замечательно. Что в этом плохого? Но вот если человек чувствует, что ему пора расти, и здесь неудовлетворение, и чего-то не хватает. Ты вроде все делаешь, вроде у тебя все есть, а здесь нет удовлетворения. А на работе ты проводишь столько часов времени от своей жизни, меньше, чем с семьей. И все эти часы находиться в неудовлетворении, лучше двигаться вперед. На уровне школьного, школьного языка. Было очень тяжело. Я, во-первых, полгода, когда я обучалась, ладно, коммерческий тренинг, там на это закрывают глаза, но когда я обучалась на тренинге по персоналу, конечно, там необходимо было искать по три модели в день. То есть ты вечером после тренинга идешь на улицу, ищешь себе модели на следующий день. Ну и, конечно же, объяснить людям на улице, кто ты, что ты, зачем ты их вообще с ними разговариваешь. Все думают, что это какой-то сейлз, что ты хочешь что-то продать им. Было очень сложно. И слезы были, и срывы нервные, и под дождем, и вечером, и ночью, и ты ищешь. Если ты не приведешь модели, то тебе сразу, да, то есть вот дверь-то, может быть, уже там на следующий день не окажешься на тренинге. Поэтому стресс, нервное напряжение колоссальное, высокое, не только у тех, кто по-английски не говорит, но у тех, кто говорит. Поэтому, да, жизнь заставила, ты просто начинаешь, тебе нужно заговорить, ты не можешь по-другому, тебе нужно. И, конечно, вопросов я не задавала, я только наблюдала, я очень внимательно, цепко наблюдала за каждым действием моего тренера. И даже без языка это все возможно. Язык будет. Если что-то хочешь, то ты добьешься этого. Я уехала в начале на полгода на коммерческие, коммерческое обучение, потому что я не смогла попасть в компанию, меня не взяли. У меня был свой бизнес, а если у тебя свой бизнес, ты не можешь попасть в компанию. Я поняла, что я смогу научиться только работая в компании, после вот этого полукодового обучения коммерческого. Я не стригла так, как я хотела. Я поняла, что это мало. Я думала, что полгода это достаточно, чтобы освоить ремесло. Ну как там, полгода, каждый день тренировки. Неужели недостаточно? Недостаточно. Хотя я очень быстро обучаюсь. И я снова подала заявление, меня взяли. И тогда я попала уже на полугодовой тренинг, именно став тренинг. И тогда я поняла разницу, почему я не умела, почему я не научилась. Потому что первый день, с чего мы начали, это изучение диаграмм. На коммерческом тренинге никогда не упоминаются диаграммы. А диаграммы это и есть основа знания конструкции. И любую форму, которую я строю, она базируется только на диаграмме. Я знаю все диаграммы наизусть. И они как конструктор собираются в нужную мне форму, добавляются в несведенные зоны, если это креативная работа, уже прикрепляются к фундаментальной форме. Любая креативная форма, это конструкция из фундаментальных форм, их комбинирование. Если в общей сложности взять примерно около пяти лет, я могу немножко плюс-минус туда двигаться, я точно уже не помню даже даты. Ну около пяти лет, да. Я проработала в салоне в Манчестере достаточно длительное время. И потом в академии в Лондоне тоже у меня был опыт работы там. И вот этот совместный опыт, он дал конечно очень хороший микс, потому что работа в салоне это совершенно другое. Отлично очень сильно от академии. Реальность жизненная, она другая. В жизни люди хотят только фундаментальный дизайн, они не хотят никаких креативных форм. В академию ты приезжаешь, студенты, клиенты, парикмахеры хотят только креативные формы, но не хотят фундаментальный дизайн. Видите, какой парадокс? Когда человек попадает в салон, он должен на самом деле только делать фундаментальный дизайн, потому что то, что хочет клиент. Клиент не хочет, чтобы ему долго нужно было укладывать волосы. Да, он не хочет ухаживать за волосами так слишком усиленно, да. Он хочет, чтобы форма разворачивалась сама. А фундаментальный дизайн, ты строишь форму и она сама разворачивается. Ей не требуется укладка, если волос здоров. Поэтому разница колоссальная. Креативные формы я работаю в салоне не построила, наверное, ни разу. Ну, может быть, на китайских клиентах им там в молодом возрасте им хотелось что-то креативное и да, я что-то делала. Но когда ты изучаешь фундамент и понимаешь его красоту, то тебе не хочется даже и думать о креативном. Просто не хочется. Если человек хочет освоить ремесло по-настоящему, да, то есть поправить все недочеты, которые в ремесле присутствуют, когда он работает с клиентом, а он чувствует, что он есть, если он в поиске обучения, то необходимо именно системное образование, то есть системная методика, которая научит его понимать основы и фундамент ремесла. Потому что в данный момент ремесла немножко исказились. Исказились благодаря маркетингу, зарабатыванию денег, открытию франшиз. И качество именно самого ремесла очень сильно пострадало. Поэтому я пытаюсь возрождать это качество через фундаментальное знание. Для того, чтобы освоить фундаментальное знание, необходимо время, необходима последовательность, необходимо нарабатывание моторики тела. То есть можно умом понимать, потому что ремесло-то у нас несложное. Умом можно понимать определенные принципы, как строится силуэт, как строится дизайн. Но моторика тела, если она не наработана, то будет все рассыпаться и разваливаться. Потому что существуют четкие каноны, как строится дизайн. И нам необходимо научиться это делать, если мы работаем как дизайнеры с волосами. Я думаю, нужно сказать о том, что такое вообще творчество. Мне кажется, люди путают творчество с детским творчеством. Если это детское творчество, то там нет никаких законов. То есть человек просто придумывает, творит, создает. И естественно, когда он это творит и создает, он не понимает грамоты дизайна, он не понимает. То есть что-то получается, оно как бы окей, там есть текстура, там есть разные длины, но там нет совершенно понятия геометрии. Там где нет понятия геометрии, там нет понимания формы. То есть человеческий глаз не считывает эту форму как красивую. То есть что такое красивая форма? В ней должны соблюдаться пропорции и баланс. Возможно построить пропорции и баланс визуально? Невозможно. Это просто технически невозможно сделать. Ну мыслить даже, если логически мы не сможем построить баланс, не зная, как это делается технически. Правильно? То есть есть билатеральная симметрия, правая и левая сторона должны быть идеальными по зеркальному отражению. Они должны быть одинаковыми. Когда человек работает визуально, у него всегда правая сторона правая, а левая левая. Если провести линию, это будет четко видно. Соответственно волос подвижный материал. Если там есть искажение, то начинается движение. Когда начинается движение, человек смотрит на себя в зеркало и он видит разницу, но не понимает откуда она. Ему кажется, что у него так растут волосы, как очень часто парикмахеры объясняют свое незнание таким образом, да, с клиентом объясняются. Ему кажется, что много чего ему может казаться, но сама суть в самой конструкции. Я не человек с техническим складом ума. Я 12 лет работала визуально, но я не получала удовлетворение от тех форм, которые я строила. Да, я творчески их создавала, как мне казалось. Да, я делала коллекции, я даже выкладывала их в журналы, но когда я освоила форму именно грамотно, как форма должна строиться, как по законам дизайна, где вес и цвет распределяется равномерно, где есть билатеральная симметрия, где есть пропорции, где есть баланс, где есть диаграмма, в которой выстраивается сама конструкция. Конструкции не бывает без проекта, да, никакой. И наша профессия не исключение. Тогда я увидела, я увидела разницу в своих работах, которые тогда были, но когда я находилась в этом состоянии сознания, я этой разницы не видела. Как я могла ее видеть? Мне же не с чем было сравнивать. Когда я попала и увидела, как работают мастера, высшего уровня мастера, тогда я поняла, что я не умею так делать. Мне захотелось так научиться делать. И пошло пять лет у меня для того, чтобы научиться это делать. Это не быстрый процесс, быстро ничего хорошего качества не происходит и не рождается. Это неверно. То, что я преподаю, это, может быть, уже, наверное, последний этап в нашей профессии. Вот если ты это освоил и, может быть, пять-десять лет в этом поработал, ты понимаешь, что дальше уже потолок, уже нет, дальше некуда двигаться. Дальше уже будет проявление творчества. То есть как музыкант, например, развивается. Вначале изучает ноты, потом он изучает гаммы, потом изучает все классические произведения, потом он изучает идет, 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 идет. И он доходит до того момента, когда у него наступает плата, ему нужно что-то рождать. Он начинает рождать творчество. Это называется креативным выражением. В нашей же профессии креативным выражением называют детское творчество, когда пытаются создать креативную форму без знания. То есть просто создают что-то покороче, подлиннее. Здесь очень коротко, здесь очень длинно, здесь то, здесь это. И называют это креативной формой. На самом деле креативная форма требует глубокого знания. Поэтому те люди, которые давно в профессии, и они хотят качественно строить именно креативный дизайн, именно выражаться уже как мастер, как профессионал, им необходимо фундаментальное знание. Необходимо. Поэтому те люди, которые уже 20 лет в профессии чувствуют, что у них все, плата наступила, им нужно вернуться в истоки, так как этих истоков изначально в их образовании не было. Да, то есть в нашей профессии очень долго с 90-х годов и до сегодняшнего времени позиционировали креативные тренинги. Идите вдохновляйтесь, идите и развивайтесь там. Но это неправильно. Человек приходит, мастер, который умеет это сделать грамотно, делает это с ним из-за него. Он вдохновляется, приходит в салон, а повторить этого не может. Повторяет визуально. Да, это все равно, что взять качественный бренд и бренд, который копирует этот качественный бренд. Но если человек как бы согласен находиться на этой позиции, хорошо. Если он хочет стать качественным брендом, личностью, индивидуальностью, проявляться творчески, ему необходимо знать фундамент. Опять мы к нему возвращаемся. Матрица 9 это как раз таки, она как раз таки эта цифра и говорит о том, сколько всего у нас есть форм. Потому что если брать то, из чего состоит любая конструкция, если посмотреть вокруг нас, это круг, треугольник и квадрат. И они между собой создают определенные другие уже конструкции, да, более сложные. В нашей профессии то же самое. Круг, треугольник и квадрат. Линия, градуровка и слои, это техники, с помощью которых эти геометрии создаются. То есть линия это стабильность, там нет подвижности. Круг может быть в линии, линия может быть в квадрате, в треугольнике. Затем, если мы начинаем поднимать элевацию наверх, то есть поднимать прядь наверх, мы начинаем строить плоскость. С одинаковым углом поднимаем каждую прядь, у нас выстраивается плоскость. Наклон этой плоскости будет зависеть от элевации. Элевация это подъем пряди, который выстраивает технику. То есть из линии мы начинаем подниматься в градуировку. Затем до 90 градусов дошли, дальше у нас идет следующая техника слои. Элевация еще выше и мы начинаем ее каждый раз менять. Мы выстраиваем округлый силуэт, он начинает двигаться в текстуре. Градуировка, она держит вес, она его поднимает наверх, слои начинают двигать волосы в текстуре. То есть в зависимости от техники мы задаем разную текстуру на волосах. Геометрия задает нужную нам динамику вперед, на место, назад. Таким образом, да, то есть получается, если у нас круг может быть во всех трех техниках построен или техника во всех трех геометриях, то в общей сумме получается девять форм. Вот эти девять формы создают матрицу девять. Когда я в свою очередь обучалась, меня учили сразу комбинированным формам, потому что мы делали это на живых людях, мы делали это сразу для того, чтобы выйти в салон и сразу быть готовыми для салона. Поэтому и полгода. Если заниматься полгода, таким способом возможно научиться. Но в среде, именно вот в России, да, невозможно человека выцепить на полгода и обучать его на живых моделях, чтобы научить его этой концепции. Поэтому вот эта вот концепция моя родилась именно из этой среды, в которой я начала преподавать. Потому что начинала я преподавать на живых людях, приходили клиенты, целую неделю разные клиенты, но строили мы практически одну, две, три формы. Не удавалось сделать все девять, потому что через консультацию человек же хочет что-то одно, мы не можем его навязать, то что нам нужно. И человек не осваивал картину, концепцию. А на манекенах мы можем эту концепцию полностью понять. То есть с самой нижней формы, да, с линии мы двигаемся по самым разным длинам, к самой короткой выходим и осваиваем полностью концепцию дизайна, как все три геометрии, как все три техники между собой конструируются. Это очень важно. Только тогда с этим видео человек может дальше двигаться, да, и развиваться. Поэтому мы создали именно онлайн-академию, в которой человек может заниматься. Это точная копия недельного тренинга. Человек занимается неделю, пять дней. За пять дней мы осваиваем все девять дизайнов, еще десятый добавочный дизайн. И затем эти же самые дизайны человек может увидеть в академии онлайн. То есть он завершил, он получил инструкцию, как дома заниматься. Мы на тренинге объясняем, как заниматься. И потом где-то на полгода уходит домой и начинает заниматься по онлайн-академии. Там показано и рассказано, как грамотно заниматься, чтобы добиться результата самостоятельно. Это дает систему. Если такой системы нет, то за неделю научить ремеслу никак невозможно. Это просто абсурд. Из-за этого вот эти искажения очень сильные родились в преподавании именно в России, потому что люди ехали куда-то за границу на неделю, брали какую-то неполную концепцию чего-то, приносили сюда, начинали преподавать, искажали. И получается, что знание очень сильно исказилось. Мы видим это в наших студентах. То есть люди с полным раздраем в голове. Они ходят туда, они ходят сюда, они ходят туда. И в итоге они ничего не могут сделать. Они страдают от этого в работе. Когда человек выбирает направление одно, узкое, и двигается по нему, естественно, это фундамент. Без фундамента ничего не вырастет. Когда человек осваивает фундамент последовательно, поэтапно, тогда он может вдохновляться дальше другими мастерами. Это возможно. Он сможет повторить их работу. Иначе он просто вдохновится. Как мы на балет посмотрим, вдохновились, но мы так не станцуем. Дело в том, что парикмакерское дело, оно ведь состоит из нескольких элементов, правильно? То есть это формы, то есть стрижки, это окрашивание, это прически. Это очень дорогостояще получится. Если человек может тебе позволить отдельно изучить формы, прийти к нам изучить формы, фундаментально, затем пойти изучить колористику, потому что мы не преподаем колористику на данный момент, но мы собираемся в будущем. Затем прически сложно. Я считаю, что молодому мастеру нужно, если он хочет быть универсальным мастером, то ему нужно, конечно, попасть в какое-то начальное заведение и там просто понять, вообще это его профессия или нет. И, может быть, потом приходить к нам. Потому что то, что мы преподаем, как я уже сказала, это высшая планка. Это рассчитано на очень осознанных клиентов, которые знают, что такое качество и ценят качество. Это все равно, что вот не каждый человек купит себе BMW, да, там BMW, не каждый человек себе купит, правильно? Кто-то купит себе Жигули. У всех разное понимание о качестве. Например, я куплю себе BMW, я не смогу купить себе Жигули, потому что я просто не буду себя комфортно чувствовать вот в этой форме. Поэтому те люди, которые знают качество, они идут за этим качеством. В России не с чем было сравнивать, но сейчас клиенты могут ездить за границу. Они бывают в тех брендах, в которых дают качество. И, конечно же, они хотят дома получить это качество. Поэтому эту прослойку нужно создать. Если начинающий мастер, ему нужно пройти определенный путь, чтобы прийти к осознанию этого. Но есть единицы, есть единицы людей, которые уже знают это и уже осознают. Тогда почему нет? Они должны прийти к нам на годовой тренинг, и они освоят ремесло за год. За год это возможно. За неделю это будет очень мало. Мы сейчас очень востребованы, и команда наша расширяется. На данный момент это два человека и два человека на подходе. То есть они уже подготавливаются, зреют. Для того, чтобы человек созрел до состояния тренера, ему нужно пройти очень долгий путь. Так как ремесло сложное, требует моторики, длительный путь необходим. Получается, что они обязательно завершают годовой тренинг, мастерс. Затем они проходят ассистирование, то есть они длительно ассистируют. Ассистируют уже у рабочего тренера, кто преподает. Получается зеркальное отражение, то есть они зеркалят его. Они учатся его зеркалить. И чтобы информация не искажалась, этот путь должен быть достаточно длительный. Чтобы человек говорил теми же словами, чтобы он не искажал фразы, чтобы терминология не искажалась. Поэтому где-то на развитие каждого тренера уходит как минимум 2-3 года. И только потом он может заступать как тренер. Поэтому им можно на 100% доверять. Они не исказят. Единственное, что у них, естественно, меньше опыта в ремесле. Понятное дело, да. Но это не умаляет тот факт, что они знают абсолютно полностью всю теорию. Они знают абсолютно полностью все 10 дизайнов. И могут человека научить без искажений. Намного, намного ценовая политика доступная. Если человек хочет идти в первоисточник, хочет попасть ко мне, конечно, если у него есть такая возможность, ну, с удовольствием. Но постепенно со временем я буду полностью отходить от преподавания фундаментального дизайна. И я буду обучать только тех людей, которые уже завершили фундаментальный дизайн. Я смогу дать им что-то, что я знаю просто больше, чем фундаментальный дизайн. Поэтому мне хочется уже дальше делиться знанием. Мне не получалось это делать, потому что люди просто не знали фундамент. Я не могла это сделать. Я им показываю что-то. Они не могут повторить. Поэтому я не могу научить. Если я буду за них это делать, то я не дам им знания. Они просто не получат ничего взамен. И потратят свои деньги зря. Поэтому мы готовили эту почву. Мы сейчас вырастили очень много людей, кто завершил фундамент. Они уже требуют нового знания. Они требуют развития. И мы можем это дать. Команда будет учить фундамент. Я начинаю учить только уже комбинации, креативные формы. Я уже могу с ними работать. С теми людьми, кто завершил фундамент. На данный момент развитие идет таким образом у ученика. То есть он попадает на матрицу 9, на пятидневный тренинг. Ко мне или к ученику. То есть программы абсолютно одинаковые. Только разница в том, что веду я или тренер моей команды. Ценовая политика разная. У меня выше, у тренера чуть доступнее. Затем, когда человек завершает пять дней, ему необходимо подписаться на академию. Просто это как учебник. Если он завершил недельный тренинг, он не запомнил там ничего. Это нереально. И моторика у него не наработалась. Поэтому, чтобы наработать моторику, ему нужно заниматься по видео. Он приобретает онлайн-академию. Он занимается по видео где-то полгода. После этого, когда он занимался по видео, у него есть шанс попасть на развитие дальнейшее. В маленькую группу, примерно 8 человек группа, где я обучаю этого человека комбинировать формы между собой. То есть он фундамент знает. Теперь я могу научить его, как этот фундамент между собой склеивать, чтобы получать различные вариации силуэтов. После этого, когда он завершил, он может попасть уже со мной на отработку ножевых моделей, где мы изучаем костную структуру, текстуру волос, консультацию. То есть мы уже работаем уже по-настоящему. И он может это воплотить в жизнь без меня. Я могу дать ему совет, а он повторит и он сделает. И он научится. Вот такой этап развития. Вот эти тренинги, последние два тренинга, они начнут действовать уже весной. С марта месяца первый тренинг такой откроется. Потому что у нас уже есть из кого черпать. Есть люди, кто готовы к нему. Моя глобальная цель, наверное, это повысить уровень жизни тех людей, которые хотят его повысить. Сделать их более свободными. Чтобы у них было свое свободное время. Чтобы они жили больше в комфорте. Чтобы не находились они вот в этом хомячем колесе, как в основном парикмахеры. Так как я наблюдала это в своей семье. Я видела это. Я видела, что деньги зарабатываются и исчезают. Зарабатываются и исчезают. Это постоянное какое-то как рабство. То есть ты сам у себя в рабстве. И для того, чтобы человека освободить от этого рабства, ему необходимо дать знания. То есть когда мы знаем, тогда мы освобождаемся. И через знания ремесла в нашей профессии возможно добиться этого освобождения. Потому что я его добилась в своей жизни. И значит другие люди могут добиться его в своей жизни. Я могу помочь людям в этом. И естественно создать профессиональную прослойку людей, которые могут фундаментально строить форму. Качественно. Чтобы она была функциональной. Чтобы она легко носилась. Чтобы она дорого стоила. То есть люди знания, они освобождаются. Они свободны. Они не должны больше крутиться в этом колесе. Те люди, которые дойдут до этого постепенно. Все доходят до этого постепенно. Это сознание постепенно приходит. Мы вначале через страдания пытаемся чего-то добиться. А потом постепенно, постепенно приобретая знания, освобождаемся. Моя цель финальная. Когда ты растешь, у тебя есть примеры для подражания. Когда ты осваиваешь ремесло. Когда ты ремесло освоил, у тебя уже не может быть примеров для подражания. Если ты будешь кому-то подражать, ты потеряешь свою личность, свою индивидуальность. Поэтому, когда ты освоил ремесло, а фундамент позволяет тебе его освоить до конца. То есть у тебя не остается ни одного вопроса. Ты на все вопросы можешь ответить и создать все, что ты хочешь. Тогда ты просто уже думаешь, как ты бы себя выражал в своей профессии. И перестаешь смотреть и наблюдать за другими в своей профессии. Я не наблюдаю ни за кем. Я бы сказала, что я уважаю людей, которые поменяли кардинально осознание в профессии. Расширили сознание в профессии. Это был Видал Сосун. Этот человек, который сказал о том, что в нашей профессии должны быть правила, как в любом дизайне. Почему мы работаем без правил? Давайте работать по правилам. И он эти правила стал разрабатывать. Он стал их копировать из архитектуры. Он всегда хотел быть архитектором. И он доказал, что построение волос – это мини-архитектура. Это все то же самое, абсолютно те же законы. Да, он вдохновлял меня всегда и всегда будет. И пусть он с миром покоится, и все у него там будет хорошо. Ну, наверное, я думаю, человеку должно это нравиться. Он должен идти туда не ради зарабатывания денег, а ради того, что его это вдохновляет и воодушевляет. И все, этого достаточно. Мне кажется, в любой профессии так должно быть. На глаза обращаю внимание. Я смотрю в глаза ему. Я никогда не смотрю ни на прическу, ни на одежду. И на энергию, наверное, на чувства. Но я понимаю, что каждый человек индивидуален. У каждого человека своя история. И эта история управляет им. Даже если он какой-то может быть агрессивный, или какой-то может быть грустный, или те качества, которые нам всегда неприятны в людях. Я всегда пытаюсь понять, что могло повлиять на человека. Почему он так забылся и запутался, и почему он выбрал эти качества для себя. То есть это никогда не негативные качества. Это просто состояние души. И каждый человек может выйти из этого состояния и найти себя заново. Поэтому я никогда не осуждаю людей за это. Моя цель, финальная цель – это стать человеком, понять себя на сто процентов. То есть понимать свои эмоции, уметь им управлять. Духовное развитие – это моя финальная цель. И я иду именно вот очень намеренно туда. Я Анна Эшвуд. И если вы решили встать на путь мастера, я жду вас на наших тренингах.